Более глубокое познание Бога. Послание к Ефесину, 1 глава, с 15 по 23 стих. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, «Воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Павел благодарит Бога за веру эфесских христиан и пишет им, чтобы постоянно вспоминая о них в своих молитвах, в частности, он молится, что Бог через Святого Духа открыл им три важные истины, надежду, которой они были призваны, богатство ожидающего их славного наследия и величие силы Божьей для тех и в тех, кто верит во Христа. Знание, о котором говорит Павел, это не какая-то информация, а то, что происходит из близких отношений с Богом. Достигнуть его можно только тогда, когда Бог открывает наши сердца и открывается нам через Своего Духа. Давайте вместе с Павлом будем молиться, чтобы Господь помог нам лучше узнать Его. Что из трех вещей, о которых Павел молится в этом отрывке, вам в данный момент важнее всего? Что Бог недавно открыл вам во время близкого общения с Ним? Апостол описывает природу Божьей силы, доступной всем верующим. Эта сила воскресила Христа из мертвых и посадила Его на небесах. Эта сила намного превосходит все другие в нынешнем веке и в будущем. Благодаря этой силе Христос возвышен и господствует над всем творением. Какая поразительная истина Церковь, тело Христово, наполнено невероятной силой того, кто все во всем наполняет. Это говорит нам о том, что Бог не только стремится к близким отношениям с нами, но и использует Церковь для достижения своих славных целей. Во Христе и через Христа она уполномочена участвовать в великом Божьем плане искупления мира. Испытали ли вы Божью силу в своей жизни? Как она проявляется в вашей Церкви? Молитва дня. Господь Бог, открой глаза моего сердца, чтобы мне познать Тебя еще ближе. Помоги мне познать Тебя, как любящего Отца и могущественного Царя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok